Доброе утро, друзья! Делюсь погодой, все огонь. Сегодня у нас должен быть интересный влог. Почему должен? Потому что я не зарекаюсь. Собственно, история про Банан Айленд, когда они не могли лодку найти. Мы сегодня хотим поехать в аквапарк, но прежде мы с тобой поедим. В лаке 13 сэндвич. Мне так что-то в последнее время прям вообще супер зашло. Очень вкусная шаурма. Ехать нам не очень долго, поэтому сегодня у нас по лайту все. Рубашки и прочие штуки не берем. Единственное, малышки в воду не взяли. Надо будет заехать в Севен. Она как раз нагреется. Вот, поэтому следите. И еще хотел предупредить, что этот волк мы снимаем вдвоем. Ну, потому что Катюхе тоже интересно свои эмоции на горках показать. Блин, мне так нравится вот этот футболк, который мы вчера купили. По сравнению с зеленой. Ну, конечно, она и стоит сильно дороже, это понятно. 162 дата стоила. А это косарь. Но все равно это по скидке было, так что вы думаете. Да, да, да. А изначально сколько она стоила, не помнишь? Не, не помню. Надо было на цену. Ладно, это фигня уже. Едем, короче, в Лаки, жрем, за водой заезжаем. И в Аквапарк. Да, а сколько туда ехать? А знаешь, что еще? Что? Шорты не взяли мне. Взяли. Я в рюкзак. Блин, это молодец. Очень прикольное место. Находится внутри лобби отеля. И вот там очень красивый бассейн. То есть здесь обстановка такая кайфовая. Соди кап. Что-то она как-то не сильно приветливая. Обычно радуется сильнее, когда мы приходим. Так, ну я по классике. Для меня классик. Ордер. Чикен шаварма. Не сладкий. Идиет. Идиет. Чикен шаварма, но сладкий. Идиет. Фэшн фрукт сода. Так. Так, и я сейчас использую купончик, которых у нас достаточно много уже. Как-нибудь можешь попробовать? Тут мясо, грибы, пасты. Да, можно. Что мне взять? Ветчину или, может быть, мясо? Я кусь курицу постоянно ем. Да бери ветчину. Мне кажется, с утра прикольно. Ну что, это определилось? Да, все, я заказала. Что, помочь? Почему-то у Катюхи не получается открывать вот этот отсек. Херит ногти всегда. Мы принесли еду, напитки. Салат тебе попозже. Кстати, странно. Мне кажется, его быстрее готовить, чем у Шамока. Ну, намного. Это две, там, три минуты. А, ну, хотя она что-то отходила, там, с айпадом тупила. Короче, ребят, вот шавуха. Такая у нее структура. То есть, тут достаточно много мяса, капуста, соуса. Ну, тоже необходимое количество. Вот, правда, идеальное. Какое-то сочетание. Очень сильно зашло. 220 бат я за все это отдал. Напитки здесь тоже очень вкусные. Вот, ложку дают, если хочется поковыряться в семечках. Ну, раньше, кстати, не давали. А Катюха малинку взяла. Я уже попробовал. Очень вкусно. Прям очень. И сейчас вам еще покажу басик, который здесь находится. Я издалека вам его демонстрировал. Прикольная чилзона. Вот так вот выглядит все. Народ отдыхает, купается. Катюхин на канале сказал то, что мы можем пролететь. Почему? Потому что, заходя на сайт, я увидел, что ближайшее... А, вот, салатик. Сейчас вам салат еще засниму. Мысль только договорил. Короче, там бронирование билетов. Ближайшая дата стояла вторник. Вот. А сами знаете, на Кукете сейчас туристов моря. И если на территории аквапарка очень много людей, то нас не пустят, и все. И вот салатик. Я такой мед... Ой, мед. Ну, это, короче, какой-то хани соус. С лимоном. Лимон и мед. Часто делают, кстати, такое сочетание. Что, не нравится? И масло. Это масло сверху. Скрамбл. Светла. Свеклада, авокадо, ромейн. Как будет? Ну, салат Романа. Ну да, Романа. Не знаю. Кажется, так и называется. Здесь должна быть ветчина. Правда, я ее найти не могу. Но она здесь должна быть. Ладно, болгарский перчик. А где ветчина? Алло. А ты у нее спроси, где ветчина, за которую мы отдали 150 бат? Скажи, я не понял, что происходит. Ладно, все. Кусок затянул. Будем лопать. Идем разбираться. Цытые, довольные. Сейчас поедем уже в аквапарк. Работает он до 7 часов. И стоимость билетов там полторы тысячи бат на одного человека. И у нас big problem, Катюнь. Да, будет горячо. Ну, тебе удобно так на байке будет ехать? Нет, не-не-не, она может вылезти. Просто показываешь, что кармашка приходит. Короче, big problem заключается в том, просто пиздец. Я не знаю, как садиться. Сейчас будем разбираться. Какой-то баг-чек есть. А, понятно. Сюда проходим. Баг-чек надо пройти. Прямо как в аэропорту. Вот что нельзя. Проверили? Нельзя воду с собой брать. Это основное правило. И главное, чтобы вы не были в одежде с зипперами, кнопками, пуговицами и так далее. Сейчас мы купаем билеты. Ну и, собственно, будем развлекаться. Посмотрим, что это такое. Надеюсь, сумма потраченная стоит того. Ну, потому что полторы тысячи на человека, это 3200 рублей. На двоих это 6400. Ну, как бы, не дешево. Оп! Мы отдельно с котелкой друг от друга идем, чтобы не перебивать голосами. Ну и смотрите. Бесплатный вход для человечков до 90 сантиметров. Мы еще дополнительно заплатили 150 бат за блокер, ну, за шкафчик. И тут невозможно платить в ресторанах наличными, либо карты. Надо закидывать бабки на браслет. И дальше, соответственно, расплачиваться. Если не потратите, то вы можете это потом вернуть на кассе. Так, мы куда-то идем в Атолл Адвенчур. Я вообще не знаю, как тут все устроено. Ну, пойдем посмотрим. А, ну все, я понял, что там Катя тормознула. Потому что мы видосики записываем отдельно, чтобы не перебивать друг друга. Коралловый мир. Что тут у нас есть? Маленький риф. Деревня. Какой-то Роллинг Риплс. Вон, все, посмотрим. Слушайте, ну прикольно. Так, наверное, надо будет тапочки оставить. Тапочки оставляй. О, горочки. Так, ну я пойду катнуть. Наверное, здесь детские аттракционы. Первое, что мы увидели. Но мне все равно интересно. Здесь льется вода. Поэтому извините, если камера будет там окрая. Все брызгается громко. Пипец. Ладно, я пойду выше. Ой, господи. Вот так вот можно еще поделать. Ну, а фото? GoPro. Блин, снимать не разрешают. Катиться на вот этой Вирпл-горке. Но прикольная. Там темно, потом вылетает и резко становится светло. Не знаю, котилка пойдет или нет, потому что она у меня трусиха. Ну, я даже захотел заснять, вы бы все равно ничего не увидели, потому что там практически вся горка темная. Сейчас мы с котилкой, знаете, куда пойдем? Вот в эту локацию. Там искусственные волны. И очень хочу потом на вот этих подушках спуститься. То есть там достаточно прикольный маршрут такой высокий. О! Можете посмотреть со стороны. Двоем? Я думаю, вдвоем не пускают на такое. А так да, да, я очень хочу. Хочешь сейчас? Нет. Подожди, я еще и настолько не набрала смелости. Потихоньку. Мы будем увеличивать уровень страха. Сейчас ты на горке, да, прокатилась? Нет, я больше на горке не хочу. Страшно было? Да. Потому что темно. Нет, знаешь, что мне было страшно? Я просто когда летела, у меня почему-то начало прижимать вниз. Не буду говорить по себе. Начало прижимать вниз, и я легла. Хотя я хотела сидя ехать. Мне пришлось лечь. А там нельзя сидя. Ну, я поняла. И меня только само она положила, и я лежа, катилась в этой горке, и я боялась, что чем-то попадут в бассейн влевать, и лежа, я не спину отзакнуть, и туда вниз. Короче, у меня все связано со страхом, что я могу наклеваться опять в воду, как в детстве наклевалась. Ну что? Все будет хорошо. Я же, на самом деле, не противник тебе. Если будет очень страшно, не надо пытаться. Если что, ребят, покурить здесь можно, имейте в виду. Я почему-то думал, что нельзя. Вот, я на территории обычно аквапарка курение не вяжется. Не, ну, помнишь, мы с тобой были, когда, допустим, в Женчужке в Сочи, может, там дети отдыхают, плавают, но там есть зона для курения. Вообще, очень красивая территория, я хочу сказать. Сделано здесь все трехонно. А, это как из скала Дженси Блонда. Да, практически. Трехонно. Ну, хочешь, где здесь спустимся? Крехонно? Да. Ой, ну, слушай, правда похоже на остров Джеймса Бонда. Сейчас попробуем искусственные волны. Конечно, неудивительная штука, учитывая, что мы, в принципе, живем сейчас на море. Но, все равно, любопытно. Ну, и, как и говорил, может быть, потом уговорю Катюху, чтобы мы сразу поднялись и на вот этих подушках покупались. Ну, не знаю, это дети прям совсем маленькие. Мне круг не нужен. Ну, ладно. Слушай, так прикольно. Ну, вот тактильно. Приятные ощущения. Вот не говори, ой, как тяжело. Спасибо. Ну, давай туда, наверное. Здесь-то совсем мелко. А, ты прям так? Да. Безусловно, чем удобно. А мы потом прокатимся на вот этих штуках? Спасибо. Это какой? Желтый-синий? Да. Я подумала. А где волны-то? Только мы пришли, и все. Ой, прикольно. Смотри, там бассейн с прозрачным. А еще знаешь, что я недавно смотрела на ютубе? Видос, как о каком-то городе, где-то там, искусственная волна, бассейне, ну, в аквапарке накрыло всех людей и получилось так, что они все вместе как мясо начали сталкиваться. И что было? Травмы были? Ну, тут погибли какие-то какие-то многие. Ой, нифига себе. Да. Они как друг на друга просто, как мясо. Там было очень много людей. Ну, ладно. Не будем грустить. Поэтому я всего боюсь. А тут волны включились. Все. Началась болтанка. Ну, вот так вот мне нравится. Вот это приколбеснее гораздо, чем просто со шкилем тут порахнуться. Не знаю, как вам передать, потому что у GoPro очень хорошая стабилизация. Но, о-о-о, вот это мне прям нравится. Прикольно. Посильнее началось. Вот, посмотрите, со стороны просто. О-о-о. Ой, вот это кайф. Вот это кайф вообще. Вау. А я не знаю. Слышите, а если бы дестабилизатора снимать, что ты увидишь? А тут более экстремальные горки. Смотрите, ребят. Сейчас вам покажу, как люди сюда плюкаются. Ну, хорошая скорость. Так визуально. Самому нельзя заснять. Вы уже поняли. По технике безопасности не разрешают. Есть еще и закрытая горка. Ну, то есть ты там по темноте на высокой скорости вылетаешь. Есть открытые. Вот эти две штуки. Вот это на самом деле стрёмная фигня. Синяя? Фиолетовая. Вот эта темно-фиолетовая. Потому что, ну, если видишь, она вниз прям пипец. Хоп. Практически у тебя, ну, пара секунд свободного падения. О, чувак летит. Ну, такой тебе страшный. Да? Мы все равно прокатимся. Скажи, Катюх. Нет, на это нет. Ну, пожалуйста. Ну, ты да, я нет. Чуть-чуть кукушки отбила. Вот эти двойные. Это получается, смотри, какой круг они делают. Вообще же вкусные. Да. Очень, очень длинная горка, ребят, смотрите. Видите, красно-синяя, которая, она начинается вот здесь. они идут. тайгу-кан. Хоп, хоп, хоп. Прикольно. Сейчас идем туда? Ты же есть хотела. Да. Паши есть. Ну, хочешь прокатимся на этой горке, потом есть. А нету тубов. Они здесь берут и вот так вот вынимаются. Ну, понятно. Надо еще взять. Так что, понимаю, ажиотаж большой на них. Ну, да. Немножко наплавали, сейчас решили перекусить. Сейчас будем выбирать себе какую-то пищу. Пока не знаю, не определились. Прикольный тут футкорт. Мы сейчас будем тут выбирать что-то. И здесь кругик с рыбами. Вот тут их хорошо должно быть видно через камеру. А может быть, это вообще еда? Ну, типа пальцем тыкаешь. Ну-ка, давайте мне зажарьте ее. Не уверен. Только гипотеза. На горках снимать нельзя, поэтому очень тяжело показывать эмоции. Можно лишь рассказать, да, либо снимать, ну, условно, других людей. Ну, тут прям на каждой горке. Даже если она маленькая, не прикольная, тебе все равно говорят. Ну, видео, ну, фото. Мне очень хочется, я уже говорил об этом, вот этих подушках прокатиться. Надеюсь, что говорю, Катюха. Вот уже поздавала мне уточняющие вопросы. Не захлебнусь ли я, не вылечили. Обещаешь. Обещаешь. Я говорю, обещаю. Все будет в порядке. Тогда, когда пришлось. Не, ну надо. Это самое крутое, что здесь есть. Единственное, тут вот по еде меня очень дико удивляет. Там подтай с креветками за 279 бат. Это прям сильно дорого. Я думаю, может, чикенрамен? Есть сприт-роллы. Катюха, мне понравилось только бы прям рис в ананасе с креветками. Это бы я селила. Чикенбургер. Картошку, ты и найгер, не хочется. Мы этой маки едим, после чего-нибудь другого. Взяли рис в ананасе. Стоит это 230 бат за порцию. Плюс дополнительно напиток 75 бат. Ну, то есть, ну, конечно, не дешево, да? Потому что, не знаю, я и за 100 бат вот такое брал. И Катюша пошла за вилками-ложками. Сейчас перекусим и пойдем дальше кататься, купаться и так далее. Ой, я сейчас на камере смотрю на себя и я какой-то красненький. О, спасибо. Ну, все, приятного аппетита. Страшно вам? Все, Катюх, ты подписываешься по тому, что мы на горку едем, а? Говорят, это ты когда мне говорить начинаешь, у меня сердце ехает. Ну, ничего. Надо же. Че, просто так пришли. Андрей попросил и на его бухрошку заснять сюжет показать горку, на которую мы сейчас поедем. Смотрите, она начинается вот здесь. Здесь сейчас вода не идет, но как только запускают человека, она выстреливает вверх и придает ускорение очень сильное. Потом там какой-то круголяр очень резкий, я боюсь. Ладно. И вот она идет туда, 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 туда и вот здесь она заканчивается. По-моему, жестко, она очень длинная и страшная. Но так как я буду там на клюшке с Андреем, мне чуть-чуть от этого спокойнее. Ну, только чуть-чуть. Все равно страшно. Этот сюжет будет одинаковый на двух камерах. Скатились мы с горки. Мне сильно понравилось. Катюха визжала просто как резаная. Мы-то говорили, что я буду сидеть сзади, а он спереди, потому что мне так, ну, мне не страшно. А чувак, который нас запускал, говорит, не-не-не, ты вперед. Я спрашиваю, почему он говорит, потому что, типа, он больше весит. Так надо. Я сидела первое. И когда мы спускались, там что-то несвободное падение. У меня сердце так. Я думала, он меня сейчас вырубит. Я думала, что сейчас будет защитная функция организма, меня просто подключат. Не, ну, классно же. Ну, да, классно. Но страшно. Вот это, знаешь, реально адреналин, когда ты вниз прям летишь, вот это свободное падение, у меня так все сжимается. Так все так ходит. Не, после горки Шамбала в парке-парк Авентура. В парке-парке. Нет, в порт Авентура. Во. Уже ничего не страшного. Потому что там вообще жесть дала. Я когда вылез с нее, у меня руки кряслись и ноги. А это, это, ну, типа, не сильно страшно. Так, куда нам идти? Вот сюда, наверное. Да, еще надо это упражнение проделать. И тогда я буду полностью счастлив и доволен. Я знаю, что над этим нельзя смеяться, но Катюха расплакалась после того, как мы прокатились на вот этих подушках-подушках. Потому что там, правда, было свободное падение. Я очень люблю. Но ты герой. Ты че трясешься? Реально трясется от страха. Хочешь еще раз прокатиться, чтобы страх прошел окончательно? После того, как 20 раз прокатишься, тебе уже нормально будет. Ага. Ну там очень прикольно. Ну, наверное, интереснее, когда ты лицом сюда спускаешь. Не так страшно. Вот в твоем случае. Что? Я-то спиной спускался. А я лицом. Я была на верху и так и не смотрела. Лучше уже вот так лететь, чем вот так. Ну ладно, ладно. Я еще где-то единственная. Наверху там была и вниз меня. Никакого праздника шарик не дали. Все здоровые билды сидят по краям. Нормальные меня в самом деле. Там тоже девчонка была. А они сидели все по краям. Там, короче, тема такая, что когда туда приходишь, вы все команды взвешиваетесь для того, чтобы, ну, типа понять, по весу проходим, не проходим. Либо кого-то надо потяжелее дождаться. Ну все было окей. И ну там такое, типа, секунду на полторы свободного падения. Было прикольно. За счет того, что, ну, мы все тяжеленькие. Так мы же не на горке находились, потому что в воздухе подлетели. Ну за счет веса, я имею в виду, прикольно было. Потому что когда мы вдвоем с тобой на той штуке катались зеленой, там вот, когда мы вниз, да, ныряли, было не так быстро и страшно. Все? Что-то более нейтральное? Sorry, sorry. Да, мы хотели еще на вот этих покататься. Человек-катастрофа. Понимаешь, из чего я поистану? Я даже наградала. Ты от страха, что ли, у тебя уже все? Да. Я залезаю одной ногой, хочу взять вторую, и у меня тут вот там. Короче, перевернулся, я ухала. У нас страшно, что-то нормально. Не трусись подавать. Самые страшные мы с тобой прокатились. Те в одиночку я тебе даже не предлагаю. Ну, потому что они тебе сильно страшные будут. Друзья, какие-то еще есть, что-то вдвоем? Вдвоем? Ну, страшных больше нет. Ну и все, у нас теперь более нейтральные истории в плане катания. Вот почему-то все плывут, кроме нас. Что происходит? Нас опять назад тянет. Мальчуган, он вперед плывет. Его прям смотрит. А мы какая-то с тобой. Опять назад. Ну что за жесть? Катюк, ну-ка, подожди. Дай-ка я тебя запущу, хотя бы просто проверю, поплывешь ты или нет. Папа! Да. Мы просто вдвоем не можем плыть. Или я просто как говно не тону и не плыву. На месте болтаюсь. Так, ладно. Сейчас от стенки отталкиваемся. Кое-как. И ты плывешь, блин. А я опять на месте. Так, ладно. Вот так вот я буду передвигаться просто от стенки до стенки. О, вроде поплыл. Ну нормально. В целом вообще прикольные такие эмоции я получил от предыдущих двух горок. Ну может быть в интернете найду какие-то кусочки и вставлю. Ну хрен его знает. Потому что снимать не разрешают уже сто раз говорю. О, как я разогнался. Хлево. Держу, держу. Держу. Да вот, господи. О, вот так мне нравится. О, блин. Ха-ха-ха. 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 Как прикольно, а. Так. Сейчас мы догоним Катюху. Мы уже стоим на парковке. Я собрался. Чистенький, хорошенький. Душевые кабины там работают. Горячая вода есть. Гель для душа и головы. Ну он сразу два в одном. Фены работают. Так что все классно. Поэтому имейте в виду. Но, конечно, не хватило полотенца. То есть я когда помылся, стоял вот как собака. Пытался стряхнуть с себя воду кое-как. И потом феном себя просушивал. Ну потому что футболка была немножко такая мокренькая. Сейчас все отлично. И мы сейчас поедем уже в сторону дома. Наверное, поужинаем. Что-то такое. Я знаю, что влог, возможно, получился несуразным. Вы хотели большего. Каких-то, ну, таких моментов с горками. Но, опять же, сотый раз, повторяю, не разрешают. Но я рекомендую все равно вам съездить и самим все посмотреть. Мы попали. Выехали из аквапарка. Пошло три минуты. И начался дождь. Дождевиков у нас нет. Мы как раз вчера выложили от Катюхи байк. Когда ездили на ферму. В этот лес. И прочие вот эти активности. Ну и сидим, ждем. Возле какой-то тайской лавки. Я тормознул для того, чтобы переждать. Возможно, он кончится. А возможно, нет. Мы, дружочек, сейчас мокнем. А магазин у нас типа хвост товара. Ой, он глубокий достаточно. О, и здесь. Давай еще эту хвостовку за 120 бат возьмем и поедем. Ну, она все равно промокнет. Давайте куплю за 120 бат хвостовку, чтобы тебе хотя бы не холодно было. И застежка есть. Выбери себе просто цвет. Пусть даже это оверсайз будет, но тебе хотя бы тепло будет. Потом будешь дома носить, если что. Ну, или на балкон вот так вот выйти. Ну, и что, у меня два варианта, наверное. Бери желтенькую. Желтенькую, желтенькую. Да, я согласен, она огромная. Но, блин, зато тепло. Ну, кажется, конечно, не очень, но да, мне просто теплее стало. Магазин, на самом деле, лютый. Мне кажется, здесь можно купить все. Ой, что-то так резина заваняла. Ой, смотри, для теста жидкого, по-моему, да? Да, для китчин, для кухни. Короче, сюда тесто заливается и вот так вот что-то присутствует. И сколько это удовольствие стоит? А, ну, я видел, 25 бат. Вот, смотрите, какой огромный. Сейчас немножко переждем и поедем. Это гриль? Ну да, 1350 бат. Прикольный? Прикольный. Блин, что только нет, действительно. И обувь даже, смотри-ка. Сапоги, 120 бат. Мы настоящая команда. Я тоже взял себе толстовку. Ну, правда, так, с натяжкой, конечно, толстовка. Она достаточно тонкая, но хотя бы есть немного флиса, потому что я тоже замерз. Опять же, 120 бат, это недорого. И мы теперь... Цепляка? Да. Я думаю, сейчас мы заедем все-таки в ТЦ, потому что он находится недалеко. Там мы пожрем, погуляем. Ну, а дальше будет там. Что будет? Единственное, она немножко будто бы грязная, какая-то точечка непонятная. Ну, в катушках. Слушай, ну, а чего ожидать? Я думаю, она скатается быстро. Добрый тайец нам выделил стульчики. Говорит, посидите. Я вам говорю, мы сейчас переждем дождь и свалим. Не напрягайтесь. Потому что я там шлемы на кассе оставил. Он в итоге окей-окей, вынес стульчики, говорит, сидите-ждите. А в Россию бы нахер послали, да? Возможно. Че вы здесь сидите? Че вы здесь делаете? А, ты свой телефон ищешь? Нет, не успокаивается, к сожалению. Нам нужен такси. Причем не только нам привезти, но и байк. Либо оставить его здесь, доехать до ТЦ и вернуться потом сюда. Когда он закончится? Может, нет. Блин, ну это вообще жесть. В России как-то дождь, ну, так капает, капает, капает. И потом постепенно начинает усиливаться. А здесь тяну и заменусь? Просто проходит реально 30 секунд. Все. Мы заканчиваем этот влог. Уже приехали домой, припарковались. Немножечко поели ТЦ. Я, по-моему, даже ничего не записывал. У Катюхи это будет. Но там ничего интересного. Что, я надеюсь, вам понравился этот день. И самое интересное, что я посетил новое место на Кукете. Меня это очень сильно радует. Сейчас мы будем смотреть сериалы. Может быть, что-то перекусим. Попозже сгоняем за морожкой. Ну и традиционно прошу вас подписываться, ставить лайки, дизлайки. Ну и встретимся в следующем влоге. Продолжение следует...